Тема такая, почему президенту Зеленскому выгодно, чтобы люди, даже за счет голосов его партии «Слуга народа», голосовали за Саакашвили. Казалось бы, ну что ты плетешь, что ты ворзешь, как такое может быть? Но есть глубинные камни, не просто психологии, перцепции и тому подобное, восприятие человеческого, на которое нужно обращать внимание, потому что в эмоциях, накопивши все, можно лишиться так же быстро всего. И чтобы это пролонгировать дольше, жизнь, я имею ввиду карьеру и жизнь президентскую, то нужно, чтобы постоянно была революзация. Потому что мы же видим, общество, оно очень сильно еще эмоционализировано, эмоционально и любит шоу, шоу-контент. И может также появиться еще более какой-то шоу-менный шоу-мен, который заберет все и сказал, ой, я вообще еще больше, я с танка буду херячить. Значит, нужно это все, нужно эти эмоции как-то систематизировать, чтобы они шли по дамбе, вырытой этой командой, которая выиграла последний выбор. Вся система ценностей человека со времен Совка, тех, которые были в Совке в этом, так же и в Польше, и в Украине, вся эта система диаметрально, кардинально изменилась, переменилась. И чтобы не обобщать, я имею ввиду отношение к власти, как таковую. И, конечно же, как бы народ, тот народ, который не хочет меняться, он как на хуторе, живя в центре всех событий, он как быдло, живет как на хуторе. Он не хочет меняться, не видеть ничего этого, но по-любому ему приходится со временем в ногу идти. Как по Библии сказано, что вот эта сакрализация власти, она в Библии видится в сатанинской жопе, она не нужна. Нужно почитать Бога, но не так почитать, как об этом многие священники думают, что заодно и нас почитать вместе с Богом. За что? Да, за то, что мы почитаем, за то, что мы заставляем народ почитать власть эту, чтобы сакрализация к этой власти была. На коленечки падали, приходили, разрешите, разрешите, шапку помяли, приехали к Зеленскому и сказали. Народ спросили у Зеленского, например, скажите, Владимир, мы с Закарпати, мы с Карпат, у нас все повырубали. Ну, или с Харькова приедут, скажут, у нас в Харьковской области вырубают вековые дубы, буки, что нам делать? Зеленский, который бегает по фонтанам, то есть он не отзверчедление, он не оттотожнение этой влады, как сакральная совковая единица, до совка там шапку мяли, как у Бурлаков на Волге и тому подобное, перед паном падали на бзнички, на колюшки. И вместе с этим было такое отношение и к жизни, и к себе у народа, такое же ж. Хотя ж в Библии написано, что если бы Бог хотел создать человека чисто с сакральными понятиями о власти, он бы создал бы его муравьем и матков, муравейники, и все поклоняются, и иерархия чистая и все. Ну там же написано, что создал Бог человека по образу и подобию, но самое главное, по воле. То есть у человека есть воля, то есть он уже не муравей, он уже там не преклоняться, должен хозяину падать на бзнички, там чиновников и тому подобное. Но вот приходят они, жмут бумагу, петицию, мы насобирали петицию, 100 тысяч, миллиард, чтобы прекратили вырубать Карпаты и леса под Харьковщиной. Ну что на том может Зеленский Владимир сказать, что я еще не особенно так вступил в полные должности, я еще там побегаю немножко под фонтанами, ну не в фонтанах дело. Это он молодец, он депатернализирует отношения к власти, чтобы люди воспринимали чиновника не как Бога, к сраного чиновника. Ну и он вот это размягчает у этих людей отношение к себе прежде всего, чтобы они не мяли шапку перед барином. То есть Зеленский может сказать, ну вы хотите как по закону, то нам пофигу, ну раз пофигу, у вас же война уже с пятый год идет, у вас же там, говорят, оружие еще со времен Андрея Степановича Бандеры накопылось. Я еще в школе помню, у нас обзывали там, вот вы бандеры, украинцы, у вас там склады там с оружием, это ж классно, что ж там нашли повод смеяться, над чем, идиоты, наоборот это круто. Так вот, у вас там хватает берданок, чтобы этим преступникам, стрельнув в жопу или еще куда-нибудь там, что-то у них подбивать, охоту отбить, да, то есть отстрелить охоту, воровать ваш лес, чтобы потом вы не уходили под землю, или при наводнениях, или вообще у вас голимая была республика, леса не было, садить не было, некому. Слово, что насадил, то сейчас и вырубается, к сожалению, ну, гулаги насадили там, военнопленные и тому подобное, то есть что нам делать? Да отстреливай этих мразей, а шо, а как, там взял, запалил, пошел и все. Ну, а если нас это, если вас это потом прикроет, мы вас будем, мы вам будем крышей. Мы вас, ну, если что, скажем, ну, это народное мнение, это суд линча, вот народ уже не мог, власть такая конченая, менты вообще никакие, ждут только лоповки, эти взятки, они ничего не делают. Значит, народ сам, воля изъявления, пошел, двиганул этих мразей, которые уничтожают Украину ныньку, леса, богатство наше. Вот и все нормально. А, да, а это ж надо, а, легче ж написать петицию, плакатики, шапку помять. То есть Зеленский, конечно же, скажет, вы что, тупые или идиотами прикидываетесь? Вы что, хотите ждать, покуда у вас вырублят вес все леса, все Карпаты на Харьковщине или на Карпатах, или в Закарпатье, в Прикарпатье, об Карпатье? Вы этого хотите? Вы хотите по закону поступать? Вы посмотрите, что сейчас творится в Верховной Раде. Я ее нахрен распустил, это чморовство. А они подают в КРС, в Конституционные суды, херней маятся, буквой закона хотят придушить все это. То есть не только Зеленский, а и Саакашвили, и я, и вы, те, которые нормальные, могут сказать, что какой нахрен КС, Конституционный суд, если он по праву и букве закона распустил нахрен, этот сраный, конченый парламент, там, где нормальные даже партии, дожились до того, что вставляют в эту хрень свои карточки, блядь, ходят один за пару десятков своих членов, хуй членов, хрена членов партии, голосуют за всех. Ну, то есть вообще полный капец. И эти сраные судьи там что-то решают, буквы закона перелопачивают. Мы же знаем, откуда эта хрень. Это Порошенко взял пример у Польши. Тогда, когда Туск перед выходом на сцену после победы Пис, перед победой Пис, самой победой, этот хренов Тус, вернее Комаровский, понаставлял, понатыкивал. Со времен Савка, там, где вот эти гребаные, вонючие судьи, еще в 80-х годах чморили солидарность. Чморили солидарность, партию солидарность. Та, которая выборала себе во время распада, перед распадом Савка, еще в 80-е она начала выбаривать себе солидарность свою, незалежность, независимость. Тогда еще, когда о распаде Савка еще вообще речи не было. То есть вот эти все гребаные, падлые судьи, они пооставались с тех времен и перешли на КС. То есть эти, слов не найти просто, тяжело, мерзоты, они выпускали тех, кто преследовал солидарность. А потом, когда сама солидарность, как бы якобы солидарность под предводительством гребаного стукачара Леха Валенца, пришла к власти, якобы пришла к власти, такие гниды и мразы пришли к власти, то этих судей они понабирали на работу и остались они, эти гниды, до сих пор, покуда ПИС не пришел к власти. И они начали вставлять палки в колеса этой партии ПИС, которая собралась, как националистическая партия, выкидывать всю эту шушваль коммуняцкую, портократскую коммуняцкую срань, воров этих всех совка гребаных кремлевских гнид, идеологических и ворических. А вторая ворюга, Рошеновская, взяла назву этой партии и думает, что о, сейчас у него все получится. Вот же ворюга, везде все, что летит, все, что движется, ворует, крадет, где не может все украсть, понадгрызает, если в крайне нет воды. То есть Зеленский может ясно и мятно народу сказать, что если воры, чиновники, власть смердячая вас обворовывает, прикрываясь буквой закона, то вы имеете полное право ее мочить. А если что, мы этой же буквой закона, которой воры прикрываются, вас же и прикроем. Потому что ваше волеизъявление, это самое главное, потому что вы же по конституции, народ Украины властен в этой Украине, а не какие-то смердячие воры-чиновники. То есть, руководствуясь стрикто буквой закона, но имея своих смердячих судей продажных, втеленных, внедренных туда под конец правления Рошена, можно перекрутить так конституцию, что она будет работать против своего народа, но будет соответствовать букве стрикто этого закона, конституции. Вот что значит, о чем по умолчанию умалчивает Зеленский, что ваша власть в ваших руках, если что, я прикрою. То есть, народ всегда любит и будет так спрашивать у Зеленского, например, а можно ли так, барин, чтобы взять берданки и идти воров, грабителей этих отстреливать? Зеленский скажет, ну нет, конечно, это ж, блин, не под буквой закона, это не по праву, не по конституции, не по кодексу, ну, а по конституции, что вас грабят, что ваше Закарпатье уйдет под воду, это по конституции, значит, нужно это же как-то решать. То есть, или вы решаете, народ, больше по своей сути лохи, конечно, или вас поубивают по одиночке, поотлавливают, или дограбят до полного изнеможения, решайте же, наконец, что-то. То есть, сейчас решите ваши народные недомогания. Я не могу решить эту проблему, потому что фильмы фильмами, это одно, а вот когда напирает на меня конституционный суд, по букве закона, чтобы я сделал, я же тоже человек подсудный, под ответственностью, это дело другое, то есть, вы давайте решайте, если что, я вас прикрою. Или же тогда выбирайте Саакашвили. Вот он точно, невзирая на какие-то сраные буквы, недобуквы, он решит эту проблему так, как решил в Грузии. То есть, не надо убивать, просто воронок запамповал, запаковал, и вперед, вперед работать, восстанавливать это Закарпатье. То есть, говоря иными словами, будучи по натуре, по истоте своей, президент Зеленский скромный, молодой еще, чтобы такое говорить, во всеуслышанное, что он больше доверяет команде Саакашвили, ну, самому Саакашвили, как лидеру, чем даже своим будущим слугам народа, которые будут у него в коалиции, там, находиться в его команде, которые, чуток нажравшись, начнут его так подвигать, так его шантажировать, что мама не горюй, а вот Саакашвили не начнет, а наоборот, будет то ли ситуационно, то ли еще как-то его поддерживать, его лично, по крайней мере. И это все, конечно, просьба не путать с рашеновскими шуфли-муфли и шахермахерами между своими ворами, на котором трест воровской этого животного заработал миллиарды. Да, вот Саакашвили нифига не заработал. Даже пришлось ему стыдиться и позориться, идти куда-то в какую-то хрень вступать, советоваться по поводу Сабантуя с Кличком. Вообще стыдуха. Вот до какой нищеты он дожился. Финансовать, прежде всего. То есть у рубщиков Закарпатья, любых Харьковщины, других воров криминальных, госимущества нынки Украины, есть крыша своя, купленная мусорота, прокуратура. Даже будет свое алиби. Они скажут, жена, где я был, когда лес рубили? На вопрос, когда следователи придут, скажут, а ваши отпечатки нашли там на орудии, там на инструментах. Где я был? Я был с тобой. Да, он был со мной и подтвердит это. И все, гуляйте следователи. То есть там полный дерибан и безнаказанность. Они всех нахер посылают. Так же, как и бурштинщики. Простые люди. Это ж с того района. Олежсковский. Олежсковский. Короче, там, где Водчина Ляшковская. Там, где девочку зимой в мороз. 20 градусов или 24 градусов мороз высадили, потому что у нее не хватило денег доехать. Несколько остановок или даже одну остановку, она пошла на простейся и там замерзла в лесу. Это с того района. Там, где бурштин добывается гребаный. То есть простые люди в жопе, ничего и не имеют. А воры, как всегда, под прикрытием прокуратуры, все имеют, потому что они через свое смердящее ворованное бабло безграничны в своем беспредел. А вот уже в прицеле объективчиков, оптическим прицелом желательно, там уже не будет ни прокуратуры, ни следователей, ни алиби. Там будет только одно. Вор и покарание. Как по Достоевскому. 70 с лишним процентов поддержки партии «Слуга народа». Вы представляете, сколько это бабла, денег нужно, чтобы дельницы обеспечить, комиссии, наблюдатели и тому подобное. Чисто хотя бы по выборам. А потом, придя во власть, удержать эту власть. Потому что где будет президент Зеленский брать деньги на избирательные кампании, на все эти дела? Не из своих же заработков с квартала, естественно. Значит, туда будут деньги вкладывать богатые люди, олигархи и тому подобное. А после этого они будут жадаты хотеть повернение. Возврат этих денег, конечно, минимум как 50-100% с наваром. А это возможно делать потом, будучи при власти, если ты не нарушаешь интересы государства, не предаешь их, не занимаешься тупейшим явным рэкетирством, которым занимался Порошенко и его гопс-команда. Значит, тебе придется эти деньги где-то все-таки брать. И против тебя будет уже с навароманными миллиардами баблом, которые будут впущены также в кампанию против тебя и политическую, и социальную и тому подобное. Команда вот эта бывшая гоп-стопная Порошеновская. Значит, или грабь награбленное, ну, забирая награбленное у Порошенщиков, тогда придется тоже немалые средства вкладывать в это. Потому что у тех, которые награбили Порошенщики, тоже свои команды, свои там войска есть, которых придется или переманивать нам в свою сторону, или разоружать, или еще. Ну, это тоже стоит денег и яиц у тех олигархов, которые вложатся в это. То есть им мало просто вложиться, а потом, как приющенка, хорошая погода, получить бабло с этого. Нужно еще там поучаствовать и рисковать, и с жизнями может, потому что сейчас у всех очень много оружия. И вот, когда они нарискуются, они начнут воплощаться в себе и приобретать нимб, нимб превосходства. То есть они будут начнут указывать в этой партии, кому где место, кто больше героев и воин, кто оседлал больше Порошенщиков и тому подобное. Потому что просто так одними силовиками нужен еще и бизнес. То есть очень много факторов. И тогда начнутся в этой команде у слуги народа такие течения, такие внутренние. А это опять будет приводить к колосу на гнилой ноге, который может завалиться. Потому что, уже зная народ, что народ часто как алчная блядь, часто так бывало в жизни. Потому что до войны докатили 14-го года. Что 4 танка не могло с бокса выехать и тому подобное. Волонтеры собирали на вооружение и на обмундирование добробатом. Потому что все было разворовано. Потому что была власть отдана Януковичу. А Янукович продал россиян, оно путеносие. То есть, чтобы эта партия не пошатнулась и громко не завалилась. Потому что технологии уже те прошлых лет уже не так сильно работают. Появляются все новые и новые. Потом приходят все более горящие к баблу и к власти. Еще более освитченные шоумены. Значит, нужна поддержка. А какая-то поддержка только честная, порядочная. Таких людей, которые там не очень зажиточные, но они честные и порядочные. У Саакашвили. Не только, конечно. Есть и нацкорпус. Хотя они там боевики еще те, но там тоже больше националистического, идеологического покроя люди, чем у Саакашвили. У Саакашвили больше антикоррупционных и тому подобное. То есть, они могут там работать совместно. Совместно чистить эту страну. И почему так часто порой в жизни бывает, что более ценные и нужные люди в самый неприятный момент жизни, бывает, приходят не свои люди, ближние, не из семьи, так сказать, а абсолютно чужие посторонние люди. Часто так бывает в семьях, не люблю приводить этих примеров, в семьях муж любит жену за то, что жена любит мужа. За что жена любит мужа? Он о ней заботится, там приносит деньги в дом, а никуда налево. А жена ему отдает все, что у нее еще есть, ценная там красота и тому подобное, секси, шмексы. И они в этом живут как бы, ну, все нормально. То есть, как в магазине. Пришел, деньги дал, товар купил. И вроде бы все как бы нормально. Ну, есть же у человека такие энзимы и чувства, как может же полюбить мужчину, женщину не за то, что он ей приносит что-то, отдаривает. Или он знаменитый, или он там богач какой-то. Ну, бывают же такие случаи, да? Бывают, вот что-то там запалилось. Или наоборот. Может же наоборот произойти к женщине. Не за что. Вот так часто бывает и в политике, когда, казалось бы, есть всегда на кого положиться в семье. Но там происходит такая жопа, как грех и алчность, которые завладевают людьми, группами, фракциями в этой политической партии. И никто этой партии, фракции, к лидеру этой партии не придет на помощь, кроме как поза, вообще чужие люди, но те, которые питают истинную, откровенную симпатию. А мы же знаем, что просто так взял Зеленский и выписал для Саакашвили. «Инвайт инвитейшн, get back, come back to Ukraine, like на правах украинца». Взял Зеленский и выписал. Ни за что. То есть, чем может Саакашвили? Что у него денег как таковых особо нет. А мы знаем, что люди бегут только за деньгами, за знаменитостью, за властью и то. А вот так получилось, что вот Зеленский, там же не было каких-то договоров, потому что Саакашвили начал сразу искать подмастерий. Нашел, конечно, не дай бог, господи, кличка. Но теперь сбагнул, люди ему сказали, нет, а на нет и сюда нет. И он начал тогда все, тогда мы поняли, будем искать своими силами делать что-то. А своими силами сильно не получается, потому что народ Украины и вообще постсовка настолько алчен, настолько примитивен в своей духовности, в своей морали и тому подобное, что привелишь к войне, да, державу. То есть, насколько нужно иметь чмошную, низкую, гнилую мораль, чтобы докатиться до такого, чтобы поляризировать свое общество до такого изневожения, путятинского, смердячего, прокремлевского воздействия, чтобы свою страну, ныньку, своих детей, своих семей довести до разрухи, нищеты и войны на Донбассе. То есть, если уж очень коротко, то это сейчас, покуда нет парламентских выборов, можно кушать шарому, не бояться, что тебя траванут, подсыплят Плутония, Нептуния, Полония или бегать по фонтанам. Ну, а потом, когда уже придет в власти полнокровно, мающий бившись в парламент слуга народа, то там эти, которые вложились в слугу народа, группы олигархические, или начнут между собой вести войны за бабло, которое нужно отбивать потом, то ли будут вести войны с теми, которые уже отбили это бабло за пять лет, А для этого нужно не бегать по фонтанам, а минимум как? Отвезти свою семью в Гуантанамо, самому залечь в бункер и херячить тогда по полному, не опасаясь, более-менее, меньше будет процент, что тебя захерячат. Или будут давить на твою семью, на близких и тому подобное. В кишлак, в аул какой-то отвезти близких и близких-близких. Тогда еще есть какой-то эффект. Или же способствовать тому, чтобы команда Саакашвили набрала 50-50 с Зеленским. Потому что он будет, как никто, заинтересован в Зеленским, который пойдет на второй срок, чтобы уже дочистить основательно. И Зеленский будет заинтересован в Саакашвили. Потому что за вот эти пять лет и десять и тому подобное уже показали те бывшие, что они никакие. Но имеющие предателей, конечно, никаких, таких как Ющенко и тому подобное, который продал Януковичу, это не мудрено. Потому что уже пошли первые самострелы, к сожалению. Темчук якобы застрелился. Мы же не можем во время войны иметь еще альтернативных следователей, экспертов, которые покажут народу, сколько там отверстий, с какого что расстояния было стреляно, там, пороховые газы и куча. Масса экспертиз других. Так, как и не было экспертиз по Кравченко. Но тогда время было такое. Народ в кучку собрался, в стайку и побежал, побежал, за другим лидером побежал, быстренько. Там уже и не до Кравченко было. Вот, к сожалению, чтобы такого и сейчас не было. Потому что, в принципе, народ чуток посмелишил, поумнишил, но не основательно, а до такой степени, чтобы забрать власть и быть полноправным, непорнокопытным украинцем в своей державе, в конституцию владите своей и тому подобное, красаве гасло. Еще народ не дошел до такого благоденствия и благолепия. Значит, нужно это понимать и народу, и тем, кто пришел к власти или идет к власти. Что власть, бабло, это, тем более в нашей стране, в Рашке, постсовке, это опасные вещи. Очень опасные. Потому что всем она нужна, эта власть. Для того, чтобы зарабатывать бабло. И бабло для того, чтобы идти к власти, чтобы зарабатывать, опять же, бабло. Продолжение следует...